МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Здравствуйте. Совсем недавно в Пензе завершилась третья межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная памяти новомочников, исповедников и жертв репрессий. И сегодня мы беседуем с одним из участников этой конференции, директором мемориального центра Бутова Игорем Владимировичем Горьковым. Игорь Владимирович, как известно, Бутовский полигон – это место уникальное по многим причинам, и в том числе потому, что это первый памятник жертв сталинского террора, который был передан Русской Православной Церкви. Существуют ли в данный момент в России другие мемориальные центры, подобные Бутовскому, или он по сей день остается единственным в своем роде? Насколько мне известно, места массовых захоронений, некоторые, переданные Русской Православной Церкви, в любом случае находятся в совместном видении. Например, недалеко от Бутовского полигона находится еще и печально знаменитая коммунарка – такое специальное номенклатурное кладбище, где хоронили людей, расстрелянных в застенках московских тюрем, но людей непростых. Как правило, это были сотрудники органов госбезопасности, или инклатурные работники месерства ведомств. И там тоже существует храм новомучеников российских. Это было раньше подворье Екатерининской пустыни, сейчас это подворье Новоспасского московского монастыря. И там тоже церковь ведет активную работу. Есть, скажем, пример и Алапайска, где шахты, в которые были когда-то сброшены тела страдальцев, тоже являются территорией монастыря новомучеников российских. Но особенность Будовского полигона заключается в том, что существует не только само по себе место, существует еще и мемориальный комплекс, который создан или создается, лучше будет сказать, совместными усилиями церкви, общества и государства. А какова официальная позиция государства по вопросам о вековечении памяти новомучеников и исповедников? Ведется ли на деле какая-то поддержка вот этой деятельности? Вы знаете, с одной стороны, летом прошлого года была принята концепция государственной политики по вековечению памяти жертв политических репрессий XX века в Советском Союзе. Это официальный документ, очень важный для нас. Я считаю, что это большая победа, это шаг вперед. И там прописаны главные положения работы, которые касаются в том числе и таких мест, как Бутовский полигон. Это мемориализация мест массовых захоронений, во-первых, их поиск, каталогизация, мемориализация, создание музеев памяти, создание различных форм работы, привлечение волонтеров, студентов, организация школьных экскурсий и так далее. То есть то, что прописано в этом документе, мы даже, честно говоря, не надеялись увидеть на страницах официального программного документа, который принят на уровне правительства Российской Федерации, обязателен к исполнению всеми органами государственной власти. Это и есть официальная позиция нашего государства. Но другая проблема, что это концепция. То есть это в каком-то смысле декларация о намерениях. То есть к этой концепции должна прилагаться еще и конкретная программа тех мер, которые получат конкретное финансирование из бюджета федерального или из бюджетов местных. Вот пока эта программа еще в стадии создания. И поэтому, с одной стороны, мы видим, что получает одобрение наша деятельность, и мы получаем еще большую поддержку теперь от органов власти, как областных, стороны Московской области, так и столичного города Москвы. Надо сказать, что немаловажно для некоммерческих организаций, что с этого года деятельность по вековичению памяти жертв политической репрессии прописана в президентских грантах как одно из направлений работы. И по всей стране, конечно, проектов, связанных с вековичной памятью, станет намного больше. И они получат определенное финансирование, что тоже важно в нашей жизни. Но это, с одной стороны, с другой стороны, мы знаем, что и церковная нормативная база, она предполагает и санкционирует участие церкви в подобных мероприятиях, потому что в 2011 году Собор Русской Православной Церкви принес специальный документ о мерах по вековичению памяти новомучеников и жертв массовых репрессий XX века, где, опять-таки, церковь выступает в роли того единого начала, которое выбирает в себя всю память нашего народа, потому что церковь, она не может проходить мимо заброшенных могил, тех братских кладбищ, в которых в том числе, кстати, лежат расстрелянные за веру священнослужители, погибшие за веру миряне. И не просто прославить тех, кого мы знаем по именам, но и позаботиться о могилах тех людей, которые пострадали за веру, даже если мы не можем сказать, в каком месте этого братского захоронения лежит тот или иной священнослужитель. Но если мы знаем, что это захоронение 20-30-х годов, когда практически везде, в любом месте нашей страны, люди страдали за веру и свои убеждения, или, как когда-то говорил святейший патриарх Алексей Второй, за веру и правду пострадавших, мы, конечно, память должны выковечить. Государственная концепция, которую Вы упомянули, каким-то образом облегчила взаимоотношения с органами госбезопасности? Вы знаете, уже упростила, потому что это не только концепция. Решением правительства создана рабочая группа по реализации этой концепции государственной политики. И эту рабочую группу возглавил Михаил Александрович Федотов, председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации. И создана межведомственная рабочая группа. И я, как эксперт, иногда принимаю участие в заседаниях этой группы. И я на этих заседаниях просто вижу представителей Федеральной службы безопасности, представителей архивной службы Федеральной службы безопасности, представителей МВД и региональных, и центрального аппарата. И мы с ними ведем диалог. И мы прямо вот в присутствии всех Министерства культуры, Министерства образования мы задаем вопросы, получаем ответы и готовятся важные дополнения к существующим нормативным актам, которые, скажем, упростят, как мне кажется, с работой следователей, с архивно-следственными делами, откроют, может быть, доступ к тем из дел, которые пока еще недоступны для широкой научной общественности. Эта работа идет. Спасибо большое, Игорь Владимирович. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию посмотреть рубрику «Седмица» с обзором основных событий за неделю из жизни Пензенской митрополии. На престольный праздник Пензенской духовной семинарии, День памяти святителей Иннокентия Иркутского, божественную литургию в тенах учебного заведения совершили двое архиереев. Митрополит Пензенский Нижнеламовский Серафим, ректор вуза, и епископ Краснослободский и Темниковский Климент, в прошлом ректор Пензенского духовного училища. Благослужебные песнопения исполнили сразу несколько хоров. В их числе ансамбль семинаристов «Спас», создателем и руководителем которого является священник Владимир Ольхов. В этот день в семинарию вернулась старинная икона святителя Иннокентия, написанная на его гробовой доске и считавшаяся утерянной в годы гонений на церковь. Ее передали в дар преподаватель регенского отделения семинарии Татьяна Каменская и ее брат Николай Каменский. Образ был подарен Пензенской духовной семинарией к ее столетнему юбилею в 1900 году епископом Самарским Гульем. Когда в 1918 учебное заведение было закрыто, икону верующие, оставшиеся неизвестными, принесли деду Каменских, протеерею Иосифу, получившему здесь образование. Речь об этом шла и на торжественном собрании в актовом зале семинарии. Владыка-митрополит, поздравляя присутствующих, напомнил имена выдающихся семинаристов. Среди них филолог, востоковед, профессор Казанской духовной академии и университета, просветитель народов Камчатки и Востока Николай Ильминский, а также великий русский историк Василий Ключевский. На первый период существования нашей духовной школы было выпущено четыре преосвященных епископа, один из которых был управляющий Пензенской епархией, епископ, впоследствии архиепископ Антоний Смолин. Владыка Климент возглавлял это учебное заведение, когда оно еще было духовным училищем и называет его сегодня своей альмаматор. Когда я приезжаю уже фактически через 16 лет и вижу ну просто роскошную, прекрасную семинарию, которая не уступает и столичным семинариям, здесь же я вижу все соответствует уровню. И не случайно Пензенская духовная семинария имеет аккредитацию свою. Это единственный семинарий в России, который имеет дипломы государственного образца. Торжественный акт семинарии завершился праздничным концертом. В Краеведческом музее Пензы открыли выставку, посвященную истории Троицкого женского монастыря. В 2017 исполняется 325 лет его образования. Как и многие обители, он был закрыт в годы советской власти, а вернули его церкви в 1992-м. Все знали детскую библиотеку, но никто не знал, где женский монастырь. Еще знают, что там, где вот на месте кулинарного технику, на месте РСУ, там стоит управление было еще. То есть все эти знали. А женском стане знали, чтобы не спрашивали больше, где это находится. А знали, что это находится в самом центре, в самом центре исторические. То есть это душа. И вот эта жемчужина, наконец-то мы ее немножко очистили с Божьей помощью. И вот она засияла. Его называют жемчужиной и душой Пензы. Женский монастырь всего на 30 лет младше самого города и неразрывно связан с историей Пензы. Пензы, как военная крепость. Набеги кочевников. А что такое набеги? Это значит сироты, это вдовы, это люди, оставшиеся без крова. Понимаете? Как их утешить? Как их объединить? Здесь нужен какой-то приют. Здесь нужна какая-то обитель. Понимаете? Чтобы вот люди нашли утешение не друг с другом, а в Боге. Это должна быть общая молитва. От решения, может быть, ну, как бы вот найти себя. Вначале это был всего лишь участок земли в центре города, круто спускающийся к реке Пензе. Затем на нем появляются первые кельи и храмы. В 1702 году монастырь получает свое имя Троицкий и продолжает активно развиваться благодаря помощи горожан. Своего расцвета обитель достигла на рубеже 19-20 веков. К 1918 году в ней насчитывалось почти 400 населниц. Образцы золотого шитья. Здесь монахи не обеспечивали даже Москву. Золото по бархату. И вот здесь искусоведы к нам приезжали сергиево посада, так они просто сказали 36 разных приемов. А ведь они нигде не учились. Настоятельница монастыря Игумия Александра продолжает дело Матушки Митрофании, которой пришлось возрождать разрушенную обитель в лихие 90-е. Матушка Митрофания возродила духовную жизнь. Матушка Митрофания именно тут молитвенную, сокровенную, передала нам, молодым послушницам в то время. Очень благодарна Богу, что Господь меня привел в период ее правления. Монастырь сегодня продолжает преображаться. При нем работает воскресная школа, которая пользуется популярностью у самых маленьких прихожан. Из просмотренного я больше всего меня удивила крест. Он красивый и вот эта большая книга. Еще мне понравились эти как бы полотенца. Они очень красивые вышиты, аккуратно вышиты, старательно. Я так не умею шивать. Я узнала, какие до этого были игумени, в каком году монастырь основался, как он основывался и многое другое. Организатор выставки Светлана Батяева ставит перед собой цель раскрыть историю, красоту и тайны Троицкого монастыря перед как можно большим числом людей. Это образование и воспитание, это социальное служение, культура и информационная деятельность. Задача у всех одна, чтобы наша с вами русская православная церковь находилась в взаимодействии и сослужителями, скажем так, культуры, образования, науки, чтобы наша с вами общественность двигалась по пути созидательному, а не разрушительному. Экспозиция является передвижной. В планах ее организаторов позже перевести выставку в областную Лернодскую библиотеку, а затем представить ее в районных центрах области. Новый монастырь, новая медаль и новый праздник. Итоги года подвели в Сердобской епархии, самой большой по площади в Пенинской метрополии. Епархиальное собрание началось необычно с освящения мемориальной доски в честь священномученика Гермогена Тобольского, одного из самых ярких деятелей русской церкви начала 20 века. Именно он освящал в 1905 году Михаил Архангельский собор в Сердобске. Освящается образ сей благодати и святаго Духа воды сей священной кроплением во имя Отца и Сына и святаго Духа. Аминь. Чтобы память о пострадавших за Христа в 20 веке сохранялась, в 2016-м в Сердобске был учрежден новый праздник, который совпадает с Днем памяти священномученика Гермогена 2 сентября Собор новомучеников и исповедников Сердобских. В честь одного из них, преподобномученика Пахомия Скановского, названа новая епархиальная награда – медаль. Еще одно историческое событие. Решением Синода учрежден новый, пятый по счету в епархии монастырь – Скрябинский-Вознесенский в селе Пограничное Клышлейского района. Шесть лет назад он возродился как подворье Троицыскановой обители. Теперь получил самостоятельность. Настоятельница, монахиня Варвара, в ближайшие недели будет возведена в Сан-Игумении. Чувство благодарения Богу, осознания того, что все совершающее с нами происходит по воле Божией. Ну, как вы уже сказали, это новая ответственность. Ну, наверное, вот какой-то новый период жизни. Страх какой-то присутствует перед грядущими такими событиями. Ну, наверное, больше благодарения Богу. За год в Сирдопской епархии открылись четыре новых прихода, в том числе великолепный храм в Большой Луке Ваденского района, построенный по одному проекту с Успенским кафедральным собором в Пенде. Увеличивается и клир. Владыка Митрофан в 2016-м рукоположил 15 диаконов и священников. Наша епархия все-таки, слава Богу, хоть понемножку, маленькими шагами, но прибавляется. То есть мы как бы хоть немножечко, но движемся вперед. Это, конечно, великая милость Божия. Это заслуга наших отцов-священнослужителей, которые тоже, так скажем, все на своем месте струются и приносят свой добрый плод. 2017-й год для епархии станет юбилейным. Исполняется 20 лет с момента возрождения Керенского Тихонского монастыря в Вадзинске и 5 лет со дня учреждения епархии. К этому времени планируется закончить реконструкцию нового здания епархиального управления в Сердобске. Большое событие в Большой Валяевке Пензенского района. В день празднования иконы Божьей Матери знамения митрополит Пензенский Нижнеломовский Серафим совершил великое освящение левого предела храма в честь иконы Божьей Матери Живановский источник. Крапи, шимяй сопом и очишуся, а мы, шимяй, пачи снега уберемся. Это последний предел соборного храма сельского храмового комплекса, который осветили в честь священноисповедника Иоанна Оленивского. В 20-х годах подвижник сам служил в этой церкви. За литургией владыка Серафим руку положил диакона Михаила Овцинова в завященника. Обращаясь к пастре, архиерей отметил, что еще не все реставрационные работы завершены, но собор во имя иконы Божьей Матери Живановский источник пережил грандиозную реконструкцию. И хотя продолжается роспись, он уже давно привлекает огромное количество верующих, ищущих спасения. Восхищен всем тем, что происходит последнее десятилетие здесь, в Валяевке. И дай Бог, чтобы это место, которое теперь освящено, которое теперь благолепно привлекало больше и больше верующих не только из Пензенского края, но и всех тех, кто желает получить заступничество Царицы Небесной. Этот храм один из самых красивых в Пенинской митрополии, хотя не так давно, в 90-е годы, когда его передали Русской Православной Церкви, выглядел он совсем неблаголепно. Помощь в восстановлении сельского храмового комплекса оказывают многочисленные прихожане и меценаты. Среди них ктитор Александр Чернышев. За сослуги в возрождении храма и в связи с юбилеем он удостоен ордена преподобного Серафима Саровского. Архипастор поблагодарил Кститра и его семью за большую помощь в возрождении не только этого храма. Мы продолжаем программу. Напомню, сегодня мы беседуем с директором мемориального центра Бутова Игорем Владимировичем Горьковым. В настоящее время в Бутово создается музей памяти пострадавших и также, насколько я знаю, в планах открытие музея истории подвига новомучеников. Как быстро продвигается эта работа и с какими трудностями вы сталкиваетесь? Может быть, это нехватка экспонатов или какие-то бюрократические проволочки? Знаете, музей памяти подвига новомучеников это еще дальняя перспектива. Поэтому пока сейчас наша работа сосредоточена на создании музея памяти пострадавших на Бутовском полигоне НКВД в 1937-1938 годах. Работа идет, она может быть идет не так быстро, как нам хотелось бы, но понятно, что у нас небольшое количество сотрудников и, конечно, нам требуется время для того, чтобы подготовить качественную экспозицию, для того, чтобы собрать материалы. И, конечно, да, есть всегда проблема у любого, наверное, музея и желание иметь больше экспонатов. Такое желание есть и у нас. Конечно, вещей, принадлежавших непосредственно людям, пострадавшим на Бутовском полигоне, сохранилось не очень много. Слишком большая временная дистанция и понятно, что родственники, еле-еле выживавшие в то время, ставшие родственниками врагов народа, тоже претерпевшие много из-за этого, они не берегли какие-то предметы, не рассчитывали на то, что когда-то эти предметы будут иметь большую историческую ценность, как часть музейной экспозиции. Но у нас около 600 единиц хранения на сегодняшний момент нашей музейной коллекции, и это очень немало тоже. И это тоже накладывает на нас определенные обязательства, мы должны эти вещи изучить, иногда отреставрировать, потому что это вещи ветхие, и подготовить их к экспонированию в постоянной экспозиции. Сейчас уже у нас есть такая надежда, что либо к декабрю этого года, либо уже во всяком случае к январю, начало февраля, а следующего мы откроем первый зал нашей постоянной экспозиции на Буддовском полигоне. Во всяком случае завершились полностью работы по строительству и внутренней отделке того здания, в котором музейная экспозиция будет размещаться. На это ушло больше всего времени, как вы понимаете, это всегда долгий процесс. И у нас здание деревянное, мы не просто построили здание для музея, а мы восстановили одно из зданий исторической усадьбы Дрожжино-Бутово. И поскольку это проект музейной реставрации, и были привлечены научные приученные специалисты, которые потребовали от нас восстановить здание именно таким, вот каким оно было, такие же наличники, такие же дверные проемы, такая же планировка комнат, такое же дерево. А что такое дерево? Дерево, это значит, нужно было выставиться, нужна усадка и так дальше, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот учитывая все это, процесс приспособления здания для музейных нужд, он оказался более длительным, чем я лично ожидал. Сегодня в Пензе также ведется работа по созданию музея Пензской метрополии, который будет расположен на цокольном этаже строящегося Спасского кафедрального собора. Вот за счет чего, на ваш взгляд, можно комплектовать фонды вновь открываемого церковного музея. Вы знаете, мне кажется, что работу ведут опытные специалисты, я познакомился с их концепцией, и мне кажется, что все развивается в исключительно правильном направлении, а фонды любого музея церковной истории, они комплектуются, собственно говоря, из тех предметов, которые так или иначе имели отношение к жизни священнослужителей, служивших в Пензенской епархии или пострадавших за веру на территории Пензенской епархии. И это, на самом деле, любой предмет, который может нам что-то рассказать. Здесь есть разные темы для разговора, да, есть, например, для священнослужителей, конечно, облачения, которые говорят нам, и о том, как изменились, скажем, традиции золтошитья, показывают нам, в каком облачении служил тот или иной человек или в каком облачении служили священнослужители в то время и в том храме, где служил тот или иной известный нам священнослужитель. Но есть и бытовые предметы, есть, вы знаете, у нас, например, в коллекции нашего музея, извините, что я так сразу перехожу к тому, что мне более известно, но родственники одного из священнослужителей от Сергея Кедрова сохранили, например, квитанции на оплату налога. Это очень важный документ, потому что церковь не только подавляли жестокими репрессивными мерами, не только сажали в тюрьму, отправили в лагеря священнослужителей, но и те общины, которые формально имели право действовать, душили налогами. И вот так получилось, что сейчас для нас, ну, это просто, казалось бы, бумажка. На самом деле, за этой бумажкой история многолетнего противостояния приходской общины, которая была вынуждена собирать огромные по тем временам суммы для того, чтобы уплатить вовремя налог, для того, чтобы этот храм не закрыли. Потому что, если налог не был упалачен, то тогда местный исполком просто отбирал ордер, и церковные здания не передавали какой-то другой организации. Вот такие, вроде бы, на первый взгляд, мелочи, они на самом деле говорят о многом. Поэтому, я надеюсь, что у коллег наших в Пензе есть возможность такие именно важные артефакты, связанные с историей церковных приходов, монастырей, найти, и это будет интересная экспозиция. Игорь Владимирович, а существует ли принципиальное отличие между музеем церковным и светским историческим краеведческим музеем? Да, есть такое отличие. На самом деле все в церкви связано с личностью, с личностью Бога, с личностью человека, и с теми отношениями, которые между личностью человека и личностью Бога устанавливаются. Поэтому вся церковная культура, она просопоцентрична, она ориентирована на личность. И все церковные, скажем, литература, это рассказ о том, как люди жили с Богом. Это житья святых. Или это история церкви, которые эти же житья иллюстрируются многочисленными историческими фактами. Поэтому и наш музей, и я думаю, что и музей истории Пензенской епархии, несмотря на обилие экспонатов, будет рассказывать о конкретных людях, которые в себе поплатили православие. Церковь, она, как говорили когда-то на Россию люди, она не в бревнах, совершенно конкретных людей, которые нам являют красоту и торжество православия. Вот об этих людях и будет рассказывать и наш, и ваша музейная экспозиция. Спасибо, Игорь Владимирович, за интересную беседу, и удачи вам в вашем нелегком труде. А у нас на этом все. Напомню, сегодня мы беседовали с Игорем Владимировичем Горькавом, директором Мемориального центра Бутова. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok